Как открыть накопительный счет, друзья, мы с вами уже говорили, а также как он работает. Также недавно мы обсудили накопительный счет и сбербанковские вклады. Даже считали там доходность, что лучше накопительный счет и сбербанковский вклад. Вот эти все видео я размещу в правом верхнем углу, подсказок нажимайте и смотрите. В том видео, в последнем, где мы сравнивали депозиты и накопительные счета, произошли небольшие дебаты в комментариях, где люди задали интересные, хорошие вопросы. И я решил записать отдельное вот это видео, где мы с вами детально уже рассмотрим преимущества накопительного счета и преимущества депозитов. Сравним процентную доходность и какие там есть моменты. И уже после данного видео вы сделаете для себя выводы, что для вас выгоднее накопительный счет или сбербанковский вклад. Как по умнее, так как я инвестор, мне выгоднее накопительный счет. Детали по накопительному счету и почему он мне выгоден, я расскажу чуть далее. Поэтому записайтесь нищиками, поехали на мой рабочий стол и будем сейчас сравнивать все эти моменты. Будем говорить сегодня именно про накопительный счет Сбербанка и также про вклады Сбербанка. Потому что это популярность банка, его в первую очередь ищут. И соответственно будем записывать именно опираясь на этот банк. Ну а так, в принципе, во всех банках плюс-минус накопительные счета и вклады, они схожи. По функционалу и по тому, как они вообще работают. Итак, вот я здесь выписал основные сравнения, которые обнаружил. Может быть что-то я упустил, пишите тогда в комментариях. Значит, сравнивать мы будем накопительный счет и депозит. Все, что слева, это накопительный счет, все, что справа, это у нас депозит или вклад. Это одно и то же. Дальше мы будем это сравнивать на фоне Сбербанка. Потому что это еще самый популярный банк и все его ищут. Это видео будет также полезно и тем, кто находится в других банках и держит деньги в других банках. Потому что данные инструменты, такие как вклад-депозит, накопительный счет работают везде плюс-минус одинаково. Поэтому данное видео будет полезно. Начнем с первого насущего вопроса. Это у нас ставка. Потому что процентная ставка, важный момент для людей, у которых есть капитал. Всем нам хочется, конечно же, получать больше процента. И мы смотрим на ставки от нашего капитала. Я, который записывал предыдущее видео, подсчитывал, сколько накопительный просит и депозиты. Если вам нужны реальные цифры подсчета, смотрите, что я говорю, предыдущее видео. И там в комментариях, да, были хорошие аргументы мне. Я там не упомянул то, что, да, вот ставка меняется на накопительном счете, на вкладе, фиксируется. Но давайте разберемся. Сначала общее. Что нужно в общем поменять? Если в общем взять, то ставки меняются везде. И на накопительном счете, и на депозитах. Возьмем те же самые депозиты. Раньше были депозиты, пополняю онлайн, сохраняю онлайн, а тысячи рублей. Сейчас такого нет. Сейчас другие совсем вклады. Сбер-вклад такой вот он сейчас у нас есть. Сбер-вклад здесь вообще от 100 тысяч. В основном сейчас такой вклад. Там еще какой-то есть, там, по-моему, от 50 тысяч. А бывают такие вот аукционные, типа вот лучшие здесь тоже от 100 тысяч. Может быть, это сделано из-за того, что появился накопительный счет. Вот этот, да, про который мы сейчас говорим. Он от 3 тысяч. Может быть, он заменил те вклады. Но суть здесь в том, что на вкладах тоже ставки меняются. Это если в общем взять. Но когда мы положили уже деньги под какой-то процент, тогда, да, ставка у нас фиксируется. И она не может у нас уменьшаться или увеличиваться. Кто-то мне сказал, выгодно вложить на накопительный счет, когда ставка у нас растет. И невыгодно, когда у нас ставка падает. Но опять же, для того, чтобы это понимать, нужно реально следить за макроэкономикой и за заседанием Центрального банка, что происходит с инфляцией. То есть, ну это серьезный такой анализ. И следить, если ставка Центрального банка будет повышаться, соответственно, будет накопительный счета и банковские вклады тоже у нас расти по доходности. Если ставка будет понижаться, то и, соответственно, вклады Сбербанка и другие банки будут снижать. И также накопительный счета снижать. Кто-то тут топил в пользу то, что здесь процент фиксируется, а здесь нет. И здесь палка в двух концах, объясняю. Смотрите, взяли вот этот вклад обычный, Сбермпрай мы положили здесь на один месяц под 7,2%. Понятное дело, что там не 7,2%, ну это просто как пример. Давайте, под 7,2% вы положили на месяц. И вы положили на накопительный счет под те же самые 6,8%. Здесь вы зафиксировали доходность, здесь, как правило, доходность не фиксируется. Да, допустим, центральный банк понизил ставку у вас здесь уже стал не 6,8%, а, допустим, 5,8%. То есть в следующем месяце вы уже меньше получите. А здесь, как вы зафиксировали, 7% на месяц, допустим, вы получите эти деньги. То есть депозит здесь выиграли. Далее, центральный банк повышает ставку, то мы здесь уже получим не 6,8%, а, допустим, 7,8%. То мы уже получим на наши деньги гораздо большего процента. Здесь, как мы зафиксировали, пока наш депозит не отработает, мы так и получим эти 7,2%. Поэтому здесь палка от двух концов. А если мы здесь заморозим деньги на 3 месяца, а, допустим, ставка центрального банка будет 3 месяца повышаться, то здесь уже может дойти до 9%, по 1%, например, за 3 месяца. Здесь уже будет 9,8% у нас через 3 месяца. А здесь, как у нас было 7,2%, так останется. А если, допустим, ставка будет понижаться, то здесь так останется 7,2%, а здесь у нас уйдет до целых 3,8%. Поэтому здесь это еще раз палка от двух концов. Если идет изменение ставки по накопительному счету, вот приходит такая смска, и Сбербанк вас предупреждает. Вот, например, видите, написано Евгений Игоревич 4-го. На ноября ставка по накопительному счету изменится и станет 4,8% годовых. До этой даты проценты будут по прежней ставке начисляться. Также ставка могла и повыситься. Со ставками, я думаю, разобрались. Здесь снимать можно деньги, здесь снимать нельзя деньги на депозите, потому что мы грубо замораживаем эти деньги. Ставка замораживается и деньги замораживаются. Мы находим накопительный счет, листаем вниз, находим здесь. Частичное снятие, вот, без ограничений, мы можем без ограничений снимать здесь. Берем Сбербанковский вклад. Видите, снятие частичное не предусмотрено, только за исключением процентов. А здесь, вот в акционном флоде, давайте посмотрим, что тут. Ну, тут тоже проценты, проценты, потому что можно настроить на счет на карту, либо с капитализацией. Почему, опять же, выбираю? Накопительный счет, потому что здесь можно снимать деньги, процент при этом не теряется. Мне это удобно, почему? Потому что на какие-то свои нужды, на медицину еще на что-то. И, в первую очередь, как инвестор, я использую этот накопительный счет, он не выгоден. Потому что есть активы просевшие, там, акции упали, или сосед пришел, там, заложить золотое кольцо, или какую-то хорошую вещь за бесценку. У тебя есть денежки, ты раз накопительный счет снял и не потерял проценты, насадок еще получишь. Здесь нифига, тебе нужно зафиксировать, получается, проценты. Дальше, пополнять можно накопительный счет? Здесь пополнять возможно, но не всегда. Допустим, накопительный счет, дабы не быть многословным, вот, пополнение, пожалуйста, без ограничений. Дальше, Сбер-вклад берем. Пополнение без ограничений наличными. Здесь можно. А вот лучший вклад, акционы, здесь, видите, пополнение уже не предусмотрено. В зависимости от вклада, здесь доход каждый месяц, здесь в конце срока, как правило. Если я получаю каждый месяц, у меня, опять же, какой плюс, то, что я могу эти деньги направлять на реинвестиции, выкупать, опять же, дешевые какие-то акции, активы и тому подобное, здесь мне все-таки приходится ждать. Давайте посмотрим. Вот, видите, условия процентов, они считаются ежемесячно минимальные статы в течение месяца на ваших счетах. Здесь, допустим, во вкладе, видите, в конце срока вклада, это обычный Сбер-вклад, а вклад лучший тоже в конце срока вклада. Это тоже преимущество. Либо на эти же проценты уже будет тебе причисляться на накопительном счете еще следующий процент, и капитализация будет. Вот здесь на вкладах, есть ли здесь капитализация или нет, потому что если здесь, допустим, ежемесячных процентов нету, и в конце срока нет капитализации, значит, доходность тоже будет чуть меньше. Здесь можно любые деньги хоть сколько накидывать. Здесь иногда требуют новые деньги на вклады. Раньше так не было, а сейчас Сбербанку нужны новые деньги. Вот, допустим, вклад акционный. Вот, повышенная ставка будет начисляться на деньги, которых не было в ваших вкладах в средние в Сбербанке последние три месяца. Видите как? Но также еще ставка зависит от подписки, есть ли она у вас или нет. И также открывать в онлайне или нет. Вот, например, даже здесь вот написано, это обычный Сбербанк. Видите, если у вас подписка, вам вклад повысит. И также, если в онлайне открыт или нет. В накопительном здесь такого нет. Можно любые деньги вкладывать. Здесь минимальная сумма от трех тысяч. Ну, это что, получать данный процент. Вот, видите, минимальная сумма процентов от трех тысяч. Это вот накопительный счет. Это что, получить проценты. Шесть вот этих процентов на данный момент. А здесь у нас минимальная сумма, ну, сами видите, от сто тысяч. И здесь во вкладе лучший. Здесь у нас получится тоже от сто тысяч рублей. Так что делайте выводы сами. Дальше. Сумма максимальная. До миллиона здесь любая сумма. Вот это минус накопительного счета. То, что здесь свыше миллиона вам процент уже не будет начисляться. Максимальная сумма начисления процента вот составляет один миллион. Свыше суммы ставка уже будет до востребования, там, 0,01. Здесь, понятное дело, может быть, какие-то есть ограничения. Сразу сходу не скажу. Минимально гарантированная тут есть ставка. Но тут, может быть, тоже где-то и читать надо есть. Но, насколько я знаю, здесь можно приличной суммы, на самом деле, вкладывать. Гораздо больше, я думаю, чем на накопительный. Здесь нет срока у счета, есть срок. У вклада есть срок, отработал, все. Здесь, в принципе, он бессрочный. Вот срок счета, вот он, пожалуйста, бессрочный. Здесь, понятно, если мы берем Сбер-вклад какой-нибудь, здесь выйти от одного месяца, ну и тому подобное. И поехало. Поэтому это нужно понимать. Лучше, например, акционные вклады здесь вообще у нас тут до трех лет. Вообще ограничения, допустим, до 16 апреля. И дальше этого вклада не будет. Вы можете смотреть это видео уже после этого числа. И такого вклада здесь уже нет. Значит, вот такие вот основные сравнения мы сделали. Может быть, что-то я еще упустил. Пишите в комментариях. Но при прочих равных я предпочитаю иметь больше денег пока что на накопительном счете. Если, конечно же, у меня был бы огромный капитал, миллионами из миров. Конечно бы какую-то часть, может быть, 500 тысяч я бы держал на накопительном. И какую-то часть, конечно, я бы, может быть, еще по 1 миллион. Сюда бы зафиксировал на 6 тысяч, потому что, допустим, на год, на два. Ну, смотри, какая тут ставка, например. Ну, или, допустим, на 3 месяца под 7% зафиксировал. Потому что на долгий срок лучше не фиксировать. Может, ставка повысится ЦБ, может появиться новый вклад и с более выгодной ставкой переложиться. Тут не угадаешь. Это когда было 21% было выгодно, понятное дело. Выше они уже никуда не поднимут, будет только падать. А когда неопределенность, ставки постоянно будут меняться. Я уже это сказал. Это два инструмента шикарных. Их нужно использовать. Кому-то подойдет накопительный. Допустим, кому-то только депозит. Кто-то хочет получать максимум и готов заморозить деньги на долгий срок. Кто-то готов использовать деньги и предпочитать накопительный. Я пока больше к накопительным склоняюсь. Что делать, если будет большой капитал? Конечно же, я буду использовать два этих инструмента. Ну, вот такие, в общем, моменты. Уверен, что данная информация вам понравилась. Поэтому поддерживайте данный контент лайком. Также не забывайте подписываться на мой YouTube канал, чтобы не пропустить полезные подобные видео. Мы говорим здесь в основном про инвестиции, но это касаемся банков, вкладов, финансов и тому подобное. Данным видео я рекомендую поделиться с своими друзьями. Оно действительно может быть полезным, потому что они могут эти моменты не знать. Ну, и также пишите свои мнения, моменты какие-то в комментариях, которые я здесь еще не озвучил. Будет интересно. Может быть, я что-то тоже еще не знаю. На своем связи был я, Фокин Евгений, начинающий инвестор. Всем пока, друзья. Скоро увидимся. Не переключайтесь. Впереди очень много интересного и полезного контента.